Я хочу рассказать про небольшое путешествие этой весной по одному из маршрутов Святого Иракова, которых, как вы видите, по этой карте большое количество. Мы путешествовали по северному варианту маршрута, то есть у нас был выбор, основной маршрут паломничества, я сейчас немножко расскажу, что это такое, чтобы вообще люди были в курсе. Значит, это вот здесь вот находится город Сантьяго де Компостелло, это третья святыня среди, ну вот третья христианская святыня, больше даже католическая, после Иерусалима и что-то еще. Ну, в общем, и Рима. Почему? По легенде считается, что когда-то сюда, ну то есть где-то в... Ну то есть после смерти одного из апостолов, Иакова, сюда приплыло его тело, вот, из Израиля. Каким-то образом прибилось у берегов Испании и там нетленные его останки пролежали какое-то время, пока их не нашли в девятом столетии. Какой-то монах нашел, то есть его туда привела некая звезда путеводная, вот, и там он организовал, ну то есть начали строить сначала храм, а потом в итоге образовался город, вот. И вот эта Компостелло, она как переводится, что-то типа под звездой или как-то так, ну то есть как под звездой святого Иакова, вот. Вот, и там находятся вот его могилы, и, ну, и поэтому туда с девятого века, начиная, устраивается паломничество на протяжении всего, всех средних веков. Вот, и, то есть многочисленные люди, многочисленный поток людей начинает туда ходить, пока Испанию не завоевывают арабы, вот. И, ну, то есть основной путь вот французский, то есть все потоки со всех стран стекаются сюда. Вот, ну, потом Испания была завоевана, и этот путь перестал быть доступен. Вот, причем по какой-то тоже счастливой случайности не уничтожили эту могилу, там, когда пришли туда войска, возле нее сидел какой-то монах и сказал, что вот я тут, ну, собственно, из-за присутствия этого монаха и разговора с ним не уничтожили эту могилу, и люди начинают ходить обходным путем, поскольку вот здесь вот земли не завоеваны, они ходят по северному пути, вот. И это так исторически сложился этот пункт, вариант этого пути, потому что если бы такой ситуации не сложилось, его бы, в принципе, ну, не было логики ходить судой, он сложнее, там больше перепадов, вот, потому что вот путь французский идет полностью по ровну, вот. Ну, и потом где-то в 18-19, нет, даже с 15-го, кажется, века, вот после всяких, после чумы, еще каких-то революций, перипетий, этот забросил, ну, в общем, забросил, был заброшен этот путь паломничества, они, люди перестали ходить, и где-то только вот в 20-м веке вновь возобновилось это движение, то есть сначала, наверное, какие-то историки, то есть они связали то, что, исследуя, в общем, большое количество разных памяток средних веков, они, ну, то есть пришли к выводу, что по каким путям ходили люди в Компостелу. И потом были проложены маршруты по всей Европе, сейчас там с 85-го года, кажется, поток людей все нарастает, то есть люди, конечно, очень многие уже ходят не в религиозных целях, а в туристических, вот, и, ну, в общем, там ходят отовсюду, ходят пешком, то есть очень многие, допустим, есть тут короткий вариант вот здесь вот где-то, он точно не помню какой километраж, но вот от, мы ехали вот с Ируно до Компостелы, там где-то почти 800 километров, вот, и народ ходит пешком, но это у них занимает, там, месяц-три, вот, ну, некоторые ходят еще, там, с Парижа ходят, то есть, причем очень часто и такой вариант, что ходят туда и обратно, потому что, в принципе, ну, такой аутентичный вариант, народ же в средние века, они пришли ногами и ушли ногами, вот, так вот, ходят туда-обратно, встречали мы конкретно в этой поездке, ну, встречали девочек, которые, поскольку мы были на велосипедах, у нас было не так много возможностей общаться с людьми, когда ты идешь пешком, у тебя, конечно же, ее больше, вот, так они рассказывали там про многих паломников, которые они встречали, один из них, это немец, который начал, я точно не знаю где, ну, допустим, в Испании, он собирается пройти туда, а потом обратно, и аж до Норвегии, до Нордкапа, вот, тут такой у него план, да, ну, у него там плюс еще проблемы возникли, потому что у него, ну, это так, истории паломников, у него были только кредитные карточки немецких банков, которые в Испании не принимали, каким-то образом, и он без денег, в общем, страдал, но все равно продолжал идти, то есть, вот, там разные приключения по пути у людей возникают, вот, у нас, конечно же, все произошло, это, но много быстрее, у нас было где-то 11 дней, хотя приключения все равно были, нас тоже настигли, вот, у нас было где-то 11 дней, мы собирались, ну, как, то есть, почему выбрали именно этот маршрут, ну, как бы хотелось посмотреть вообще, что это за такие маршруты к Сантьяго, и плюс не очень, было вообще много времени на подготовку, и решили взять что-то простое, поэтому мы просто, ну, это же все промаркированные маршруты, то есть, мы сделали просто, купили путеводитель, решили, что мы едем северный вариант маршрута, приблизительно прикинули по дням, сколько мы будем проезжать, и поехали, то есть, подготовки было минимум, вот, ну, плюс мы немножко не рассчитали, с километражом два раза нам пришлось подъехать, вот, то есть, получается, всего мы проехали где-то 600 километров, получается, 200 километров из них подъехали, вот, сейчас, так, ну, это еще один вариант маршрута, сейчас, секундочку, это, вот, более подробно, северный путь, начинается он с бою, ну, как начинается, начинается, где, ну, раньше начинался, там, где человек живет, там он и начинался, мы начали вот здесь, вот, на границе Испании и Франции, с Ируна, и, собственно, почти так, как здесь указано, проехали, сейчас, так, вот это наш вариант, я не знаю, плюсик, да, вот, где-то первый, ну, так можно разбить наше путешествие на несколько участков условных, первый участок, это Добельбао, вот, нас где-то занят 3 дня, вот, Проблема еще, с которой мы столкнулись, то есть мы особо, ну у нас не было ни GPS-ов, ну и, к сожалению, не было нормальной карты дорог, то есть мы полохались только, ну и зря, конечно, полохались на маркеры и путеводитель, потому что это для пеших туристов, а мы все-таки на велосипедах. И вот здесь, здесь это страна, кусок страны басков, скажем так, потому что страна басков это часть Испании и Франции, вот, то есть так, чтобы, ну, маленькая офф-топ, то есть в Испании очень много, там почти каждая провинция, это они считают себя отдельной страной, у них там свой вариант языка и немножко своя культура, то есть, ну, баски это одни из таких самых выраженных. Ну, таких частей, так, ладно. И, значит, мы проехали вот здесь до Бильбао, у Бильбао, ну, и здесь, к сожалению, было очень много грунтовых дорог, причем таких очень, ну, в общем, месили грязь, потому что до этого было очень много дождей, и плюс, ну, разбитые дороги паломниками и коровами, и в итоге нам приходилось стягать велосипеды, потому что первый день мы вообще удивлялись, мы встречали, то есть, мы двигались не быстрее, чем пешеходники, мы встречали людей, которые идут пешком, хотя бы тут вроде бы с велосипедами, вот, в Бильбао у нас случился небольшое, небольшое приключение, вот, ну, так все, все хорошо, но, получилось, пришлось, ну, поменять, там, велосипеда заднее колесо и багажник, вот, поэтому мы здесь застряли на день. Ну, в общем, если быть честными и откровенными, то наш велосипед с задним колесом попал под трамвай, да, вот, поэтому пришлось заменить ему колесо и багажник, ну, и трамвай, и велосипедисты, и велосипед, в итоге, ну, велосипед не очень, все целы, да, разошлись довольны, ну, немного влетели в деньги, ну, ничего, вот, поэтому мы здесь день провели, у меня велосипед, подъехали до Сент-Андера, вот, и следующий кусочек у нас аж до Рибадео, вот, мы проехали, кажется, это было где-то 4, приблизительно, вот, здесь дороги лучше, здесь мы уже начали жалеть пешеходника, потому что очень часто был асфальт, и, ну, то есть, действительно, ну, для, как для пешеходника это очень тяжело, а нам это было очень на руку, ой, не до Рибадео, тут мы подъехали вот здесь, чуть, вот здесь посредине Сан-Эстебан, и маленький кусочек потом мы тоже подъехали, вот тут вот, так мы сэкономили, ну, я потом считала на велосипедах, это, наверное, дня, ну, не знаю, 3-4, я бы сказала, еще надо добавлять, чтобы полностью спокойно проехать весь маршрут, ну, конечно, можно было ехать, ну, меньше по маркерам, потому что маркеры очень часто обходили какие-то там трассы, обходили дороги, очень часто они, ну, просто виляли, ну, жестоко виляли, совсем не хотелось съезжать с дороги, но, с другой стороны, конечно, можно проехать весь этот маршрут там по трассе, и, ну, это будет совсем не тот кайф, ну, и не так интересно, потому что все эти маршруты, ну, паломнический маршрут, он идет по всяким, ну, как, больше, ну, интересностям, конечно, больше с точки зрения религиозных людей, но в то же время это какие-то там памятки, архитектуры, вот, и плюс не по трассам, не по дорогам, вот, ну, и после этого Срибадео, последний кусочек, где-то тоже три или два с половиной дня, он занял доехать до Сантьяго, до Компосте, вот, ну, мы зарегистрировались как официальные паломники, то есть это не наша, конечно, книжечка, но там тебе выдают книжечку, в которой ты ставишь печати, вот, в каждом месте по дороге, где ты был, и в итоге в конце ты эту книжечку, ну, не сдаешь, а показываешь, как доказательство, и тебе выдают сертификат, что ты закончил паломничество, вот, ну, как, это, в принципе, все это можно не делать, но такая вот вещь может очень сильно удешевить проживание и пропитание, потому что не везде есть возможность стать с палаткой, ну, и там, как бы, в Испании, вроде как, и нельзя особо стоять с палаткой, ну, наш человек там приткнется, но это, ну, как, не везде, не везде удобно, не везде комфортно, а проживание в этих альбергах, ну, у них это называется альберже, ну, для паломников это в районе, то есть они живут на пожертвовании, там есть какая-то рекомендованная сумма пожертвований, ну, обычно это до 10 евро, то есть, да, вот даже в самом Сан, в Сантьяго мы заплатили 10 евро за общий номер, общий номер, это нам выдали номер кровати мне 3085, а напарнику 3086, то есть, это там, как бы, при университете, такая огромная гостиница, ну, сделали такую приют для паломников, в котором просто невероятные залы с кроватью, вот, вот это, это знак, ну, это маркер и знак паломника, это ракушка, вот, обозначает она приблизительно следующее, вот, это такой современный вариант, то есть, приблизительно, то есть, такие маркеры можно увидеть по всему маршруту, плюс к ним желтые стрелочки везде, это означает, что вот здесь вот где-то Сантьяго, а вот эти лучи, это как пути, которые к нему стекаются с разных мест, вот, ну, а, ну, и плюс еще паломники, которые ходили в средние века, вот, они обычно приходили в Сантьяго, и там, как бы, недалеко море, и, как, ну, в память об этом паломничестве, они себе забирали ракушку, теперь этих сувениров очень много, можно купить на каждом шагу, ну, в принципе, паломники тоже покупают такие ракушки себе, как на память, это такие атрибуты средневековых паломников, сейчас это как сувениры, вот эта вот тыква использовалась для питья, крестик, это орден святого Иакова, это рыцарский орден, не помню, когда он точно был создан, но был создан для того, чтобы защищать паломников на пути, вот, ну, все, ладно, перейдем в фотографии, обязательно маршрут понятен, вот, это в начале пути, как бы, не знаю, морские берега, что тут рассказывать, дорога, вот, иногда, поскольку для пешеходов она грунтовая, не всегда удобная для велосипеда, вот, так, остатки Виадука, это город Сан-Себастьян, то есть такой, один из самых больших городов в стране Баска, и городов в стране Баска, и, в принципе, мы уже были когда-то в нем, он очень такой приятный городишко, там много всего происходит летом, какие-то грандиозные фестивали, ну, вот, даже не скажешь, что в таком месте происходит столько всего, столько жизни, это, то есть, нигде, как в Испании, я не видела, ну, не встречала такое количество дождей под солнцем, ну, конечно, это очень приятно, плюс, плюс радуги и все такое, вот, это одни, ну, тоже маркеры маршрута, вот, ну, собственно, по дороге, здесь, ну, то есть, все люди знают, как бы, догадываются, что ты, скорее всего, если ты здесь, ты идешь этот, ну, что ты паломник, все там тебе желают Боин Камино по-испански хорошей дороге, вот, это, ну, так приблизительно выглядят паломники, то есть, они ходят с небольшими рюкзачками, ходят они там, ну, не знаю, по 30, бывает, по 40 км в день, такие, ну, очень много пожилых людей, вот, то есть, они так, та парковка такая, она очень крутая, скволь, это городочек Маркино, вот, рядом в монастырь мы заехали, ну, и, собственно, иногда нам попадались вот такие разбитые коровами тропинки, это мы заехали в город, как Герника называется, это, как бы, столица Басков считается, вот этой страны Басков, и вот здесь, на этой фотографии, они, вот, в такой вот штуке, они хранят остатки дуба, то есть, дуб у них, это очень почитаемое дерево, и это остатки старого дуба, под которым собирался там их парламент, что-то такое, вот, здесь он заседал, ну, то есть, в то время, когда они были отдельной, какое-то маленькое количество времени, когда они были отдельной страной, или еще, не знаю, государством, вот, такие красивые полки, ну, часто приходилось ездить, ехать по таким эвкалиптовым лесам, вот, это эвкалипт, и все, очень прикольно, и такие вот церкви, там уже, ну, как бы, подстраиваясь под паломником, начали строить такие, ну, изменилась архитектура церквей, они стали более просторные, чтобы вместить большое количество людей, и, в принципе, в стране Басков они такие, ну, как военные сооружения, очень грубы, без никаких там лишних прибамбасов, здесь мы, будучи в Бильбао, и пока наш велосипед чинили, ну, то есть, мы хотели проехать через Португалет, это такой город, это недалеко от Бильбао, но поскольку мы решили, что будем подъезжать, так подъехали туда на автобусе для того, чтобы там покататься на вот этом вот, вариант, ну, такой трамвайчик, мост-трамвайчик, он был создан где-то в 19-м еще веке, и до сих пор удачно фанциклирует, вот, то есть, он отсюда перевозит машины, людей туда и обратно. Это пляжи Португалеты, в общем, дневка, одним словом, это музей современных, современного искусства Бильбао, такой вот весь захадочный, а это замечательная собака, ну, высаженная цветами, такой очень классный, ну, то есть, каркас с землей, и туда там очень много маленьких дырочек, в каждое посажен кустик цветов, они постоянно его обновляют, и он такой весь цветущий, вот, ну, всякие там шедевры современного искусства, а это уже не современное, вот, это мы уже продолжили свой путь, дальше, вот, ну, собственно, дальше мы приехали в небольшой городочек Камилос называется, ну, тут еще по дороге, в принципе, фоток не было, мы заехали еще в город, назывался Сантино-дель-Мар, что там привлечательного, это такой вот образец средневековья, город сам, и плюс еще рядом там есть музей на стенной, ну, на стенной живи в описи, то есть, что-то типа пещеры Ласка, это с бизонами, то есть, это, там нашли когда-то пещеру с рисунками, ну, я не знаю, в общем, первобытных людей каких-то, ну, и сейчас ходят в макет этой пещеры, есть экскурсии, в принципе, впечатляют, рисунки действительно красивые, и когда приехали в Камилос, пошли погулять в домик Гауди, вот, это один из, одна из его первых работ, причем сюда он даже не приезжал, он просто, ну, там, какой-то местный граф захотел себе такую вот шикарную дачу, или, ну, какой-то вельможа, не знаю точно, вот, он просто разработал все, весь проект, передал своему, там, какому-то подмастерью, и они сделали этот домик, даже не приезжая туда, так, так выглядят некоторые из указателей, это мы жили, вот сейчас это, как бы, гостиница для паломников, раньше это была тюрьма, тоже, вот, в Камилосе, да, вот, и сейчас тут принимают паломников, это университет местный, ну, и так, виды по дороге, горы, вот, сам Винсенд, городочек небольшой, ну, испанское побережье, ну, еще что примечательно, в Испании, это там, вот, как-то у нас в Крыму такое не ассоциируется, коровы, зеленая трава и море, а там, вот, это сплошь и рядом, в каждой провинции свои какие-то, такие, причуды, ну, вот, допустим, вот, это, по дороге мы через Астурию ехали, и там, вот, домики на ножках, непонятно, для чего они это делают, то есть, может быть, от мышей каких-то, еще что-то, ну, выглядит забавно, это так выглядят маркеры, здесь просто разветвление, поэтому их два. Это небольшой городок Сан-Эстебан, раньше, в 19 веке, такой огромный порт, сейчас все заброшено, не знаю даже, ну, на что они живут, вот, видимо, летом туда приезжают люди, и там особо не покупаешься, но, ну, как-то, народ. Это прикол в следующей провинции, ну, мы так и не поняли, что это, это как обырихти, что, ну, непонятно, в общем, такие ворота с такой огромной большой бойдой над ними, ну, это вход в дом, в дом, ну, вот, в двор, я не знаю, такая интересная штука. Это собор в Монданьедо, такой город, это так, ну, как бы, везде по-разному, в каждой провинции там по-разному обозначают паломников, разные маркеры, в общем, каждая провинция по-своему, плюс качество дорог разное, качество маркировки тоже. Это мы уже в Галиции, и это местный сыр, очень вкусный. Ну, в Астурии мы еще пили, ну, очень вкусный там ситр местный. Это тоже еще один обырих нового вида. Ну, как бы, Сабрада, большой монастырь, такой старый, заброшенный в Сабрадо. Ну, и это уже в Сантьябур самом. Тут куча паломников сюда приходит. Это в самом соборе, собор действительно огромный, и в нем вот есть такой, ну, один из самых больших в мире кадилов. То есть мы еще, ну, почему оно такое большое? Потому что в средние века люди особо не привыкли, ну, это мы все купили тоже по симу, ну, в общем, не привыкли быться, поэтому, когда они, а они же набивались все, которые приходили туда, в этот собор, вот, поэтому там такой вонь стояла еще там. И сделали такое огромное кадило. Вот, это могила, собственно, святого Иакова. Ну, на следующий день мы пришли, там собираются все-все паломники, видимо, которые пришли, и потом, я так поняла, что, ну, я не знаю, поименно называют или там группами, но как-то, в общем, во время службы перечисляют паломников. Вот. Это площадь возле церкви, ну, и, собственно, паломники, которые приходят, приходят постоянно. Ну, и сам городишко. Это символ паломников. Вообще, святой Иаков считается покровителем путешествий, ну, собственно, из-за большого количества паломников, которые ходили в Сантьяху. Это статуя святого Иакова, вот, в соборе, который, когда приходишь, вот, нужно сказать ей большое спасибо, что у тебя все удалось. Да, все. Вот такое небольшое путешествие. Спасибо. Вдвое? 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 Да. А где ты? Сложно. Ну, то есть, там очень, вообще, как-то с английским тяжело. Много народ не знает. Испанский. Только испанский, то есть, в стране пасков вы еще как-то перебивались французским иногда, вот, потому что рядом Франция, там английский плюс французский немного нормально. Ну, а потом как-то без языка, не знаю, жестами, каким-то образом, да. То есть, они, причем, как-то не реагируют испанси на то, что ты не понимаешь их, ну, я тебе же это втирала. Ну, то есть, ну, как бы, из слов, у нас был такой немногочисленный запас. Я точно помню, маньяна, это завтра. И что потом еще? Ну, вот, на майске. То есть, в принципе, а, ну, можно рассказать еще про погоду. Погода была хорошая, как для велопутешествия, я думаю. Плюс, вот эта часть Испании, это считается зеленой Испанией, потому что здесь уже начинается пустыня. И здесь действительно было намного жарче, потому что здесь, как бы, были циклоны, дождик, и было не жарко. Вот, и плюс, это еще не сезон, как бы, весна. Потому что летом, причем паломники, ну, считается сезон на маршрутах для паломничества летом. Я не представляю, как они там бедные ходят. То есть, это вообще жара невыносимая, но в мае как раз в самый раз, потому что это, вроде как, и не сезон для паломничества. То есть, у тебя меньше людей по дороге, плюс ты больше шансов там жить в этих альберже. Ну, почему? Потому что там правило такое. Ну, прежде всего селят пешеходов, после этого селят людей с лошадьми, а потом только велосипедистов. Да, то есть, так, исторически. А, и тут еще был такой момент, вот мы, последний день наш путь слился с вот этим, основным, французским. И я не знаю, то ли это последний кусочек, так много людей ходит, то ли действительно на французском пути, ну, намного больше людей, то есть, потому что мы, нам даже было сложно ехать на велосипеде, обижая всех этих пешеходников, постоянно приходится останавливаться, там как-то лавировать, ну, очень много людей. То есть, вот этот путь, он не такой, как бы, популярный, там намного меньше паломников, вот, и он вроде считается красивее. А по сколько вы в день проезжали? Ну, я не знаю, у нас даже велокомпов нет, ну, наверное, по-разному, но, наверное, в среднем по 60, если 10 дней, 600 километров, ну, 60 где-то. Да, 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 особенно если взять с собой GPS и нормальная карта, то, в принципе, можно объехать все эти путь. Ну, да, да. Ну, как бы, с Добираловым, я просто добиралась через Париж, а вообще Добиралово не очень удобное, по-моему. То есть, надо все-таки ехать куда-то, ну, не знаю, может быть, в Барселону оттуда, и ехать, ну. А как вы на днях не будете? Ну, я просто прилетела в Париж, и оттуда мы на поезде, там, через Францию, это у нас, ну, приехали вот сюда в Хендай, это на границе Франции и с Испанией, то есть, это, ну, где-то ты утром с Парижа выезжаешь, и ты здесь где-то в 4 часа дня, вот, и уже вперед можешь ехать на велосипеде. Обратно, отсюда, мы сели на автобус и доехали до, опять-таки, сюда же, в стартовую точку, и оттуда на поезде тоже до Парижа, вот. Так они, основные договоренности, если же жирно улетают, то есть, не нужно, там, по деньгам, по времени... Ну, мне просто, поскольку, ну, как бы, человек, с которым я ехала, он в Париже живет, и я собиралась у него еще там погостить, поэтому, да, так получилось, но мы смотрели, и там, ну, не так удобно добиралово, как... Ну, не знаю, надо этот вопрос еще открыт. Про это важное значение? Ну, как бы, 10 дней с подъездами и одной дневкой... Ну, 11 дней, считается, одна дневка и подъезды. То есть, подъехали мы где-то 200 километров, проехали 600. То есть, ну, там есть разные цифры, конечно, люди на шоссейниках его делают очень быстро. Все зависит от, ну, как вы распланируете, сколько... Какую количество, какую часть вы проедете по трассам, асфальту и так далее. Ну, это не так интересно. То есть, Железу там, ну, скорее, не так далее, скорее, там, полушоссейные, чтобы... Не, мы были на... в горных велосипедах, поэтому, да, у нас не было целей проехать по дорогам, потому что очень... Ну, мы встречали велосипедистов, которые были тоже... Вот, ехали так маршруты, они были, скорее, шоссейные, ехали по дорогам, но и это все-таки не так прикольно. То есть, ну, не увидишь какие-то интересные места, плюс, ну, машины. То есть, тут есть... Ну, здесь, как бы, на протяжении всего маршрута есть трасса для машин, ну, то есть, как они называются, которая платная, в общем, и туда весь поток машин сливается. И старая трасса, там, она красная, да, но большая, огромная, но там почти их нету из-за этого. Но иногда, ну, эта автострада, она не полностью достроена, и иногда вот на старую эту трассу выливаются там все эти, ну, как бы, Камазы и так далее. Поэтому, ну, не вариант. Очень часто было, хоть там иногда пришлось, приходилось носить, но по маркированному маршруту приятнее все-таки ехать, чем по всей ароматной трассе, понятное дело. Маркированный маршрут, он идет вдоль этой трассы? Нет, нет, он очень редко идет вдоль, очень редко. Вот, то есть, в основном, это, вот, если трасса идет по прямой, то он вот так. А, ну, в лонке у него не асфальтировано, да? Да, да, то есть, часто просто по маленьким селам, каким-то там, ну, нехлавным, поэтому часто асфальт. Вот. Ну, больше всего не заасфальтировано вот в этой части было. А там, там было отлично везде. Питание, то есть, вы рассчитывали так, чтобы так закупался по дороге? Ну, питание, значит, там такое. Получается, на протяжении всего маршрута для паломников есть такие специальные рестораны, в которых там, что-то за 9 евро полный комплекс. Это первое, второе, десерт и все-все-все. Мы только один раз так питались. В основном, сами все покупали в супермаркетах, да. Ну, покупали, потому что они не отчего говорят. Да, не, покупали, все покупали, и цены не такие, там, уж страхи, то есть, там, ну, нормально. В общем, можно кушать и готовить. А, ну, там, значит, очень часто за вот это вот свидетельство, креденши, уберут у тебя, ну, деньги за него. То есть, ну, в Уруни мы приехали, и нам просто вот в этой альберже выписали его бесплатно. Ну, то есть, фактически, у вас уже есть вот эта вот бумажечка, и вы уже паломники. Главное, там, мы, у нас были, ну, очень редко мы делали штампики, потому что мы же на велосипедах часто не попадаешь, потому что альберже, они в 8 часов подъем до, скажись, до полдесятого всех выгоняют, вот, и где-то до четырех, и полпятого они закрыты. Ну, получается, ты можешь вечером только поставить, утром, ну, еще во всех церквях ставят, если они открыты. Потом очень часто в каких-то барах, ресторанчиках тоже, где могут поставить эти штампики, но это не так важно на самом деле. То есть, ну, больше оно тебе помогает для того, чтобы поселиться в этих дешевых альберже. Ну, потом получить диплом, что ты прошел. Диплом. Да. Вот. А вас именно спрашивали, вы думаете, что вы думаете? Да, да, да. Спрашивали, ставили штампик, иногда сомневались в том, что вы паломники, типа, а точно вы паломники? Типа, да. Ну, такое. А, плюс, там есть свои приключения, то есть, что такое альберже? Это большие комнаты с двухэтажными кроватями, ну, понятное дело. А, еще вот так, чтобы немножко представить, что это такое, можно посмотреть, в фильм есть такой путь, называется, вот, как раз про Камино де Сантьяго, вот, это, это дорога Сантьяго. Вот, и там, понятное дело, не всегда высыпаешься, потому что люди храпят, храпят по-разному, ну, и так далее, там, в общем, всю ночь. Плюс, неприятная вещь, в одной из альберже у нас в спальнике в одном завелись клопы. Это вообще, да, ну, мы потом нашли стиралку, постирали, все нормально, но все равно, как бы, можно проснуться опусом. Вот, с этой точки зрения, приятнее спать в палатке. Ну, я так думаю, они их иногда выводят, но... Ну, выводят, не всегда. Законные какие-то места, в палатке, там, по дороге, так сказать, есть или практически нет? Ну, есть кемпинги. А, кемпинги есть, но, ну, как, ну, пару раз, мы стояли в палатке пару раз, и один раз нас даже местный видел, ну, понятное дело, что никто не выгонит, то есть, в принципе, если найти... Да, ну, официально, законно только кемпинги, да? То есть просто, в том числе, если бы, где можно просто, что-то реально... Да, вроде бы, да, вроде бы, да, вроде бы, да, вроде бы в Испании нельзя стоять, ну, как бы, не знаю, мы постояли, нормально, все. Вот, ну, в целом, впечатления о стране очень хорошие, о людях тоже, такие достаточно доброжелательные, ну, и как-то, не знаю, есть свой колорит, Всегда очень много таких вот маленьких сел, ну, интересно вообще посмотреть, потому что ты очень часто проезжаешь по таким, ну, вообще, бухим сел, испанским селам, вот, ну, в принципе, классно. А пока и купались? Нет, еще не купались, как не сезон особо был. Ну, да, не купались. А в Париже есть? В Париже и в этот раз особо и нигде. Ну, в Париже там хватает тех, кто покупать, если что. Ну, Париж вообще, он такой, очень удобный для добиралого город, потому что, если покупать, допустим, на поезд билеты заранее, то нам они обошлись очень дешево, что-то, то ли 20 евро, ну, что-то такое, очень дешево. За месяц три, если покупать на поезд, это не очень дешево. Так что этот вариант тоже можно посмотреть. Ну, плюс еще в Испании тоже можно на поездах, но там, здесь конкретно лучше поддобираться на автобусах. То есть тут есть, конечно, железная дорога, вот, вот, Davideu идет, вот, но это очень долго, на автобусах намного быстрее. И там намного дешевле это, чем во Франции, той же. То есть там достаточно дешевый транспорт. Ну, хотя автобусы дороже, чем на автобусах. Может, еще есть вопросы. Ну, плюс еще, я так понимаю, ну, как вариант, если, ну, это такой вариант для получения визы. То есть, я думаю, что если каким-то образом, там, доказать, что ты, там, у тебя религиозный интерес, и ты, вот, хочешь пройти паломничество, то, я думаю, вполне можно идти в посольство, вот, говорить, что, вот, я хочу пройти паломничество, указывать маршрут, и говорить, что ты будешь жить в ЛБР. Ну, наверное, просто надо, просто надо, какое-то доказательство, на центре, что ты, вот, отвечай. Ну, это была Наташа с Милинец, сейчас у нас будет, Дима с Китая. Тоже на майские праздники. Некоторые в Крым ходят, и некоторые, вот, в Испанию, в Китанию. И дальше, думаю. Ну, я заодно скажу, что это последний вечер в сезоне, то есть, дальше мы закрываемся на летнюю, вот, это вот, жиру и безвидимости, и так далее. В сентябре, надеюсь, что в конце сентября все это дело возобновится. Так что, приходите, вот, раз в две недели, в среду или в четверг, там, посмотрим. Сайт Академатуре Страва. Здесь информация, из-за того, что они инкламины, они себя успевают писать, поэтому, если кто-то сидит, там, не знаю, в ЖЖ, я не учу, вот, просто могу не успеть вывезти. Академатуре Страва. В общем, все с голоса смеют, какие там мелкие. В общем, мелкие темы. А, еще же есть, вот, вспомнила, еще важно. В рассылку можно подписаться анонсом, и, да, на почту будут приходить эти анонсы, и не надо нигде лазить. То есть, если кому интересно, вы спросите, и там же, и на Google Playlist, где можно подписаться, и так проще. Вот эта фотография Китая, провинция Гуангфи, городок Гуи-Ли и Калия. Эта фотография не моя, я ее увидел когда-то в интернете, когда-то давным-давно на одном из фотосайтов. Она, видимо, рейтинг набрала большой. В общем, мне она понравилась. Понравилось так, что это стало одним из приоритетных мест, куда хотелось очень сильно поехать. Вот, ну, время шло, как бы, Китай, Крым, Турция, о Китае мысли были. Были мысли, и когда очередной раз на сайте каких-то там поисков билетов, нашлись билеты в Китай, из Киева, где-то за 600 долларов, то, типа, почему бы не поехать? Вот, думали не очень долго, купили билеты, купили билеты на три недели, на майские праздники, то есть, с вылетом 22-го, примерно, апреля, назад, числа 14-го, мая, вот, и билеты были куплены в городок Ганчжоу. В городок Ганчжоу, потому что вот та флотка, которая была первой, она находится вот в даеме городка Гуинь, а поскольку Китай очень большой, то внутренние все переезды, перелеты, они достаточно длительные, продолжительные или дорогие, поэтому искали именно, чтобы поближе было к этому месту. Итак, билеты куплены, куплены были примерно в марте, остается местность на планирование, и первый вопрос, а куда ехать еще? Потому что все-таки, ну, вот эта одна река, такие горы пупырчатые, оно красиво, но все-таки Китай большой, надо что-то другое посмотреть. И тут-то с такой проблемой столкнулся, что интересно, мест в Китае очень много, и он большой. С одной стороны, хорошо, что много, с другой стороны, не знаю, что делать. А время идет, время идет, и на сайтах, там, китайских и не китайских, где можно купить билеты на внутренние перелеты, с наростью, нервничаю. Вот, ну, есть несколько, которые вначале тоже для меня интересны, ну, как Гулинь, который с горами пупыристыми, и Тибет. Тибет, он большой, такой классный, видимо, классный, но туда попасть непросто. То есть попасть, может, и просто, но денег стоит много. Потому что, ну, туда можно прилететь, но там нужно обязательно, чтобы был гид, который будет с тобой ходить, будет водить по ресторанам, по каким-то там пагодам, монастырям, всякой такой интересной местности, а без гида нельзя. И поэтому, если туда ехать, то там, примерно плюс 600-800 долларов на 4 дня сразу закладывать нам. Дорого. Но это, как бы, основной Тибет, а еще есть восточный Тибет, который находится вот тут. В Китае есть городок Шингвилан. И там высокие горы, 5-6 километров, и там есть по этой местности велоотчеты в интернете. Вообще, велоотчетов по Китаю немного, даже, наверное, мало. Из таких хороших, ну, штук шесть. Вот, все они проходят, как бы, вот в этой местности, это из Ченту, Шандрюгу, туда-назад, это провинция, вот это провинция Сычуань, провинция Юань. Народ ездит там, потому что, ну, там народом поменьше, чем здесь, чем на Юго-Востоке. Та и горы больше, красивее. Вот, как бы, уже начинает складываться такой маршрут в голове, что тут надо посетить место Юлий и посетить восточный Тибет. Праздники майские, то есть начало весны только. И вот, когда уже вроде такой, я доволен, что можно проехаться из Ченту, плюс-минус в Шандрюгу, начинают там строить маршруты, высотные графики смотреть, определяется, что там перевальщики есть велосипедная, это 4-800, 4-700, их много там. И на майские праздники там есть снег лежит. В общем, короче, эта идея отпала, и решили не просто такой велопоход ехать, ехать в велопутешествие. То есть с велосипедами путешествовать, то мы их возим, то они у нас. И в такие скизы мест, которые мы хотим попасть, увидеть, попало. Это, первое, Ченту. Почему Ченту? Потому что там есть самый большой в Китае питомник с пандами, а панды они прикольные. В том, Шанлила, Шанлила это Тибет, и все-таки хоть как бы не центральный Тибет, но Тибет, и там побывать стоит, посмотреть интересно. Вот из Тибета на велосипедах приехать в городок Льянь. Льянь, он примечательный тем, что он сохранился с деревьевых времен, и китайцы не успели его переструнуть полностью. И там есть такой старый, красивый, классный город. Дальше, а тут, в принципе, дальше Эльбуллин надо ехать в город. Но прямых перелетов нету, поэтому стыковочка автобусная и стыковочка авиальная. Маршрут сложился? В итоге у нас получилось три перелета. Внутренних это Ганжоу и Ченту. Дель в Ченту на Панде. В Шангрилу отсюда велосипедная часть километров, это 300, наверное. А потом автобус сюда, перелет сюда. Тут маршрут по рисовым террасам и купыристым горам. И на автобусе Ганжоу. Все, билеты куплены. А, да, по поводу билетов сразу нужно сказать, что если покупать билеты на внутренние перелеты в Китае, то их ни в коем случае нельзя покупать на сайтах Skyscanner, Kayak, потому что они там дорогие. А на внутреннем сайте, который называется, к примеру, Ctrip.ca, как бы китайский сайт, у них скидки есть. И скидки есть такого уровня, что в два раза, может в три раза дешевле будет билеты, чем на официальном сайте. То есть, например, перелет, если заранее брать, какой-нибудь там из Ганжоу куплен будет стоить 40 долларов. Еще можно на поездах переезжать, но на поездах велики перевозить нельзя. А за велики брать? Нет, нигде. Это было, как бы, таким... То есть, когда идет время, как бы идет, уже марк закончился, апрель идет, и понимаешь, что маршрута нет, думаешь, может велики вообще не брать с собой. Но все-таки абсолютно все перелеты, как бы туда, это Аэрофлот, и внутри три разные китайские компании, везде велики бесплатно. Ну, бесплатно, ну, надо брать. Внимание, на этих внутренних китайских сайтах, в том, что вы с ним работали, я знаю, что в любом местах, где там чайный юнионбейт, больше ничего, то есть, нормально покупали? Да, нормально, нормально. Беспокоился о том, что, может быть, тяжело, но заранее купили билеты вот отсюда, из Киева, по кредитной карточке, без проблем. Да, я не разбирался, давайте, например, хороться. Да, тоже парился сначала этим вопросом, потом настолько я наловчился, что там с закрытыми глазами на скорость можно... Хорошо. Летим. Летит нас четыре человека. Это мальчик, это две девочки. Я знаю то, что, ну, какие-то могут быть нюансы при пересадках, ну, потому что, как бы, рейс Киев в Ганчжоу не прямой, а через Москву. А с Киева в Москву рейсов много, как бы, выбираешь, чтобы зазор 6 часов был в Москве. Ребята другие у них по работе, по времени достаточно критичные, они выбирают рейс, что зазор 50 минут. В общем, приезжали в Москву, мы съездили там к каким-то знакомым, приехали в аэропорт, встретились с ребятами, когда идем на посадку, ну, чтобы удостовериться, что все нормально, подходим к этим девочкам, которые уже, ну, там, отрывают эти билетики, спрашиваем, тут рейс прилетел, пожалуйста, проверьте, вот по этим бирочкам багаж, что его погрузили. Ну, что авторитетная стеродесса Аэрофлота говорит, 100% багаж на месте. Если бы что-то было не так, мне бы уже сообщили. Подошли, два раза спросили. Хорошо, летим. Прилетает дружо, два велосипеда, два рюкзака. Есть два велосипеда, два рюкзака нет. Такое неприятное дело. Суть-то в том, что дружо мы находимся один час всего, и дальше летим туда, в чендор. Ну, что делать? Ребята идут в пункт получения, или не получения, в Lost and Found, говорят, так-то и так-то, багажа нет, багажа нет, там девочка пытается-ка смотрит, да, ваш багаж не остался, вы не переживайте, вы скажите нам номер гостиницы, мы вам привезем багаж. Она говорит, ну, как бы, я сегодня в Чинду улетаю. Она говорит, не проблема, мы вам через два дня доставим багаж в Чинду. Она говорит, понимаете, но в Чинду я тоже не буду, я прям в Чинду улетаю. Тут девочка задумалась. В общем, действия какие? Действия первые. Было составлен акт о том, что, типа, багажа нет, акт присвоен номер, внесен в компьютер, сразу была куплена карточка мобильного оператора, чтобы связываться и звонить туда, и чтобы нам могли звонить. Сразу было написано письмо в Аэрофлот, вот, ну, что делать? Ну, нет велосипедов, едем туда. Все равно машина начинается, велосипедная часть шангрилья. В принципе, успокоились на этом. И прилетели в Чинду. Да, сразу же, когда прилетели в Кунжоу, там такая ожирение была, такая духота, что вот ощущение, когда заходишь в парилку, там в сауне или там в бане, и вот не просто в парилку заходишь, а вот перед тобой еще ведро вот так поддали. Так что жирение страшное. И сразу же такой звоночный хор. А что там в том губе, где он не настолько северный? Губе дня. В общем, приехали в Чинду, Чинду здоровенный город, там забронирован хоскл, нас встретили, и на следующий день приехали к пандам. Панды это мега прикольное животное. Они настолько прикольные, что на них можно смотреть часами. И даже на них можно смотреть дольше, чем смотреть на то, как течет вода и горит огонь. Они там живут, их там размножают, потому что они сами размножаться не любят, это им лень. Едят бамбук. Причем не каждый бамбук едят, только особый. В Китае там где-то 130 видов бамбука, и они выбрали какой-то, и сидят, едят. Они ничего не делают, они едят бамбук и спят. Ну и так спать можно. В Чинду у нас была одна ночь, одна ночь, один кемпинг, ну не кемпинг, а хостел. С хостелом проблем нет, хостелы не очень дорогие, хоть и не дешевые, ну нормальные, вот, осталось время, погуляли по городу, зашли там в какой-то монастырь. Какие-то фрукты вот продают, такие, которые очень сильно воняют. Они настолько сильно воняют, они здоровенные такие, что в некоторых гостиницах висят таблички «Вход с этим фруктом запрещен». Ну еще какая-то такая ерунда происходит, там кого-то отчитывают, ну Китай. На самом деле, Чинду здоровенный город, там 10 миллионов человек. Какой-то из них лишний, на чинду, на чинду это будет? Ну все, и в самом Китай. Город большой, вот, и самое первое, что нас поразило и удивило, так это чистота в городе. Чистота, даже не только, что там бумажки не валяются, это одно дело, это легко дышится. Но все-таки в городе 10 миллионов человек это представить сложно. В чем дело? Они в большинстве своем ездят на скутерах, эти скутеры электрические. То есть, вот стоишь на улице, мимо тебя едет там сотня или тысяча этих скутеристов с китайцами, и тишина. То есть, вначале, что-то ерунда. Короче, китайцы молодцы, не остановились на каком-то уровне развития и очень сильно, очень сильно подвинулись вперед. то есть, дышится легко, тихо, все передвигаются на электроскутерах, для них специальная отдельная полоса создана, ну и для велосипедистов тоже. В общем, клево, классно. За это китайцы не респект. Ну и куча фруктов подается. Вот такой вот. Оттуда мы прилетели в Шангрилу. Опять же, мы летаем, вот нас летит 4 человека, у нас 2 велосипеда, 2 рюкзака, они ни с чем, ну, налегке путешествуют. Если, например, в том же Ганжоу и в Чинду было тепло, то прилетев в Шангрилу, которая находится на высоте 3 километра, прилетев еще ночью туда, ребята сразу же оценили, что у них нет рюкзака и нет одежды. То есть, футболочка, маечка, шортики. Поделились с ними. А вот все это время, пока в Чинду были, регулярно звоним туда, регулярно пишем письма в аэроход, что типа, товарищи, вы посуетитесь, пожалуйста, как бы велосипеды найдите. Хотя бы в Китай пришли, где. Вот. Вначале, как бы дело пошло нормально, рюкзак отправили, вроде рюкзак приехал в Китай, а велосипеды еще остались в Москве. А мы, тем временем, в Шангриле. Вот это Шангрилан. Шангрилан, классный город. По крайней мере, старая его часть, очень такая колоритная, с тибетской изюминкой, с архитектурой тибетской, интерьеры, экстерьеры, цвета тибетские. Здорово. Очень здорово. Очень пустой город. Шангрилан является только 10 лет, потому что раньше он назывался как-то Жонг Диан, но китайцы подумали, что если его называют Шангрилан, то туристов будет приезжать больше. Так и сделали. То есть туристов приезжают больше. И мы туда приехали. Тоже в Шангрилан. В Шангриле побывали. Это что-то такое недоступное или что искать надо. Священное место. Не священное место. В любом случае, Шангрилан звучит лучше, чем в Жонг Диан. Ну это же за технических на крае кибета, а административно это в этот особо его не входит, да? То есть там никаких ингредиентов, решений не входит. Да, туда просто прилетели и все. То есть ничего не нужно. Ни пермитов, ни разрешений. Ну мы вообще никаких пермитов, кроме визы, не оформляли. Кстати, виза дорогая. Виза стоит 150 долларов. Наверное, технические можно дешевле получить, но... Дешевле стоит 35 долларов. Да. Сусорно. Сусорно. Да, то есть там нужны... Сусорно. 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 И все. И через дневную модель сусорно. Очень просто. Просто, ну... Так. Достаточно удобно как для визов. Как для китайской визов. В общем, мы в Шангриле в один момент в вопросе с велосипедами дошли до того, что китайцы говорят нам велосипеды не приехали, а москвичи говорят а мы велосипеды отправили. Вот. И просто там... Количество звонков просто невероятное. То есть, час по карточке выговорили за полтора дня, а потом еще пошли пополнять, чтобы у вас звонили. В итоге, в... один... Ребята были очень рады, потому что можно было, наконец, одеться и не мерзнуть. Там все-таки холодно. Там температура была где-то так... днем плюс 5, плюс 10, ночью где-то под минус 1 и минус 2. Вот. И ветер такой, дождик накрапывающий. Все-таки весна и высота. В итоге, когда велосипеды прилетели в Китай, то нас уже знали там все. и они даже практически не возражали, то, что им нужно в Шангрилу отправить велосипед, а туда прямого перелета нет, поэтому в Китайцы отправили велосипед через еще какой-то городок Куни-Минь и они прилетели. В итоге, мы их ждали 3 дня. Это не так и плохо, потому что, ну, там в Чинто были, не катались, в Шангриле тоже погуляли хорошо. И, наконец, велик не дождались. Мы дождались велик. И у нас начался веломаршрут по провинции Юннань. Мы ехали самой такой, что не есть, второстепенной дорогой в Ли Джанг. Вот, это еще, как бы, тибетская часть. Она очень быстро переросла в китайскую. То есть, как бы, тибет закончился, начался Китай. Вот, ну, такая архитектура красивая, своеобразная, клевая. Но еще здесь весна не чувствуется, тут так прохладно было. И, после первого перевала, который был высотой, это 3,700, и небольшого спуска, мы начали ощущать, что все-таки в Китае в это время весна может быть. Вот, вот это уже такая весенняя часть пошла. Дорога очень классная. Дорога, там, где мы ехали, была свадьная, однополосная. Нашин не было практически вообще. пейзажи, вдоны холостнющие, рекомендованы для проезжанных. И, конечно, как бы, эта дорожка, она появлялась логической составляющей, если ехать из Чинду, через, ну, большие перевалы, которые на восточном Тибете, и, как бы, эта дорожка оканчивает, маршрут. Но, поскольку еще холодно, то, ну, только ехать. Дальше на маршрут нам встретились такие ванночки преломного происхождения. По-моему, коле такие есть. Очень красивые, симпатичные. Чем мы спускались ниже, тем больше появлялось огородов. И, поскольку там у них еще достаточно холодно, то у них практически все растет под пленочкой таких парников. Все аккуратно, красиво, шикарно. Есть ли мы с палатками? Палатки ставить в данной местности можно вообще везде, проблем никаких нет, высокие горы. А если спуститься ниже, вот там, где этот гудень и пупыристые горы, то будут проблемы, поскольку абсолютно все пространство заняты рисовые поля, под огородики, просто физически некуда воткнуть палатку. То есть я уже не говорю о том, что поставить палатку так, чтобы был какой-то красивый вид, чтобы там вид реки был. Можно, наверное, найти, но проблематично. а здесь с палатками легко. вот тут уже начнут рисовые террасы, снежные вершины, дорога там проходит на высоте практически всегда 3 километра, ну а снизу там долины рек на высоте полтора-два километра, поэтому пейзажи просто потрясающие, масштабы сумасшедшие, очень красиво, эффектно. Вот это маленькие китайские деревушки. Да, стоит сразу рассказать про питание. Мы подавляющее большинство как бы питались в каких-то придорожных кафешках, там с одной стороны недорого, с другой стороны быстро. То есть, когда в палатках ночевали, то как бы сами готовили, а так останавливались в кафешках, там заказывали. Поскольку в городах больших, там где иностранцы, куда приезжают хоть когда-нибудь, есть кафешки, в которых есть английское меню. В них само собой очень просто заказывать еду, то в таких селах, как вот это, ресторанчиках, ну, в кафешках, никто даже не знает о том, что английский язык существует, поэтому заранее, что было сделано? заранее в интернете скачал англоязычное меню, то есть, как бы, на китайском языке и на английском переводе есть. Просто, когда мы приходили в кафешку, то мы приходили со своим меню и тыкали, нам типа, вот это, пожалуйста, вот это и вот это. работало безотказно. Еда нормальная, рис с овощами, с яичками, макаронами. Вообще, вот мы прилетели когда в Сычуань, там перед этим считали, что еда очень острая и народ там просто не знает, как можно пытаться, но по нашему впечатлению, по сравнению с Непалом, в Китае еда не острая. То есть, у нас не было вообще никаких проблем. Это в самой острой провинции Сычаань. В других местах еда была абсолютно нормальная, но как у нас. Тут мы чуть-чуть, постепенно приближаемся к ущелью. Ущелье известное, носит название ущелье прыгающего тигра, оно просто там сумасшедших размеров. Река Янзы течет на высоте полтора километра, а горы рядышком, которые возвышаются вверх, 5500. Масштабы нереальны. У нас в планах было пересечь эту реку и поехать дальше, но у нас это не получилось. Там моста нету, а на карте нарисован порлон, что он есть. В итоге мы поровно шли, но мы столкнулись с интересной ситуацией, что когда мы спустились на эту плату, тут идет дорога, а река там внизу. Так вот, расстояние по высоте от этой дороги до реки 400 метров, причем 400 метров не какого-то запуска, не какой-то тропы, просто так вертикально вниз, там кое-как прорубаны на какие-то ступеньки. В общем, даже при учете, что у нас были велорюкзаки Mirage, которые можно на себя надеть, после некоторой оценки я понял, что это достаточно нелогичное дело, и очень тяжело было. А потом выяснилось, что решение было правильное, потому что там этот паромщик не сидит, а ему нужно звонить. А он китайцы. В общем, мы выходили до ущелья и остановились в шикарном хостеле, покатались по ущелю, погуляли, спустились пешком к реке, поднялись пешком без велосипедов, к чему были очень рады. Вот это шикарный кемпинг, ну не кемпинг, это все-таки как хостел больше, с маленьким двориком, очень уютным, вообще хотелось тут побыть подольше, но поскольку у нас несколько дней ушло на получение велосипедов, которые мы потратили два дня лишних в шингриле, то времени оставалось мало, а у нас был внутренний один перелет, на который мы должны были успеть, поэтому мы еще покатавшись, сели на автобус и поехали до городка Ли Янь. на крыше камни какие-то есть? Да, это камни лежат, потому что черепица деревянная, чтобы ее ветром не сносило, все-таки там ущелье и ветра такие хорошие дают. Да, кстати, когда мы спустились в это ущелье с высоты 3 километра, высота километра 900 метров, такая жара началась, что опять же как мы будем в этом гуэлине кататься. Вот, мы сели на автобус, приехали в остров в Ли Янь. Ли Янь город очень красивый, вот это он, конечно, он очень туристический, чересчур туристический, поэтому, погуляв немножко по нему вечером, мы легли спать и встали еще до рассвета и насладились по-настоящему красотой китайского городка. Так, кстати, вот скутер, который просто стоит на зарядке. И так все. Народ, который живет в городе, говорил, что им как бы одного заряда хватает на неделю езды. Видимо, они не очень далеко ездят, но, крайней мере, идея классная. Вот это городок Ли Янь. Вот это тоже дыра нехитового дракона, на которую у нас еще есть планы съездить. Ну, такое утро, гуляем, фотографируем город. В городе много каналов. Не Венеция, конечно, но намного более интереснее и колоритнее. Город просто потрясающий, особенно когда туристов нет. А, еще какая проблема была при планировании маршрутов. то, что когда билеты уже были куплены в Китае, и я стал собирать информацию, выяснилось, что у них на майские праздники просто весь Китай бросается путешествовать, потому что зачастую практически у всех шестидневная рабочая неделя, и они путешествовать любят, и поэтому везде, абсолютно везде, во всех туристических местах просто страшные толпы. и это как бы было одним из аргументов, почему с собой велосипеды все-таки брать нужно, чтобы вот в это время, начиная где-то с 29 апреля по 4 мая где-то в горах быть и просто укрыться от толпа. А что, у них тоже есть майские праздники? Да, коммунистическая страна, 1 мая, как же. Ну, они же работяги такие. Да, но они путешествуют очень много, вот, в итоге мы толп избежали, и даже по сравнению с тем, что читали на форуме, даже в этом городке, даже вечером мы не встретили таких толп, которые встречает народ где-то. Поэтому вообще нужно знать, что некоторое время в Китай лучше не ехать. То есть, например, как на майские праздники, лучше, наверное, было поехать до майских праздников, тогда можно было поездить по, ну, как бы, зацепить большее место, большее количество туристических мест таких интересных, и там погулять, наслаждаться. Тут мы приехали к горе нефритового дракона с велосипедами, сели на подъемник, тут подъемник такой, с подъемниками, плялись на результату 4700, потому что ледника тут красиво, но она как бы находится рядом с Ли Янью, с городком Ли Янь, такая покатушка велосипедная из города была, куча снега, 4700, но поскольку мы как бы катались уже дней 5, наверное, на высоте больше 3 километров, то 4700 нам дались очень легко, вот, проблем с дыханием не было, вот, и, ну, народ, который туда приезжает, а все-таки место такое, туристическое, китайцев много, все китайцы ходят с кислородными баллонами, если кто-то без баллона приезжает туда или забыл купить внизу, просто народ там пьющик, ну, страшно, на некоторых девочек смотреть было просто, ощущение, что все, сутупает, 4 суток, вот, а там, на этом институте, на юридеристанции противника, там нету какого, знаете, афротивное, что никогда туда с велосипедами на инструкции? Нет, 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 к сожалению, с велосипедами туда вообще никак, но туда есть туристическая тропа, очень классная, то есть, пешая, пешая, да, мы о ней не знали вообще, то есть, ее, во-первых, карт китайских нормальных нету, генштаба китайского нету, генштаба нашего для Китая, вот, карты просто, некоторые там от руки рисованы, вот, так себе, ну, и, само собой, всякие такие тропы с Google Earth не видно, а тропа там хорошая есть, но в это время она еще была под снегом, то есть, ну, верхняя часть ее, ну, пофотографировались, ну, место красивое, эффектное, с красивыми, какими-то яночками, вот, и поехали обратно, на Глияль, откуда у нас на, автобусы уже были куплены билеты, да, это были, автобусы, у них интересные, тут где-то у них фотография будет, я потом покажу, у них, в автобусах, как бы, лежачие места, ну, просто покупаешь, как поезд, там, нижний и верхний, мы купили, у нас, проблем с покупкой вроде не было, девочки нарисовали, там, что-то поверхнее, ехать туда, вот, и без знания китайского языка, у нас, и английского, у них, все-таки, билеты были куплены, с билетами возникла проблема, когда мы стали садиться с велосипедами, они, хотели с нас денег взять, очень долго бились, короче, денег дали, но гораздо меньше, вот, за это, ну, не то, что за это, в общем, когда попали в цивилизацию, чуть, так, потеряли, что такое, внимание, и у нас в автобусе стрелили фотик, ну, всякое бывает, как бы, за столько лет, ну, всякое могло было быть, обидно, то, что фотик там, с фотками был, в общем, у нас после этого, фотки только с моего фотика остались, после этого, когда мы приехали в клуб назначения, мы обратились в полицию, в полиции искали пару часов англоговорящего, в общем, составили, там, бумагу, поставили печати, вот, Таня была главным лицом в данной процедуре, подписи, подписи в Китае ставятся, не ручка, как у нас заведено, а именно, там, макаешь в чернила и палец, типа, ну, грязь, грязь, причем, если бумага вот такая здоровенная, то нужно не одну поставить, вот, опечаток по пальцу, а просто по всему документу, так смешно, это вот красная чернила, ну, это полицейский, так, пожалуйста, сюда, 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 и Таня, типа, че-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. так, ладно, прилетели в Гуилинь, это был тот городок, возле которого находятся вот эти пупури, которые были самые красивые, а там жара такая совершенно, просто, жесть, даже не то, что жара, а такая духота, и небо все такое серое, а как настроение такое, а главное, я что-то почему-то раньше считал, что вот этот, Гуилинь, городок маленький, но я не учел, что он в Китае находится, а если городок в Китае считается маленьким, то это там полтора миллионов человек, ну, в общем, погуляли по городу, главная задача первого вечера была купить объектив, который, ну, телевик был стачен вместе с фотоаппаратом, удачно купили объектив, погуляли по городу, на следующий день съездили в пещеру, это вот в этих, таких, пупырчатых горах, пещера такая есть, с подсветкой, какой-то кислотной, но достаточно, достаточно красиво и интересно, и когда китайцы уходят, то становится тихо, подсветка меняется, ну, это место, в которое стоит съездить все-таки, поскольку интересно, да, отсюда на следующий день поехали на рисовые террасы, которые находились от километров 90 от Гуйлини, это рисовые террасы, находятся на хребте дракона, абсолютно вся местность вот в таких террасах, очень красиво, необычно, так мощно смотрится, сюда приехали с великами, поселились в каком-то хостеле, ну и просто погуляли пешком вот по вот этим горкам, красиво, эффектно, пофоткались. Вообще пожар масштабно, потому что абсолютно все, абсолютно все вот эти горы, там дальние, ближние, вот так, ископаны, но ископаны, само собой, вручную. А белая это что? Белая вода? Вода. Ну рис, он наполняется водой. Летом, когда начинается сезон дождей, то вот абсолютно все вот эти штучки, они вот такие, ну блестящие, отражают небо, и там фотографии просто, сшивательные, с этих мест. Что-то мало людей в этой работе, два человека, все эти подарки. Всякие в плане. Ни себя. Это бамбук растет, это тоже бамбук. У них так интересно, бамбук растет вместе с елками, то есть, если представить, наши закарпатские ели, а возле них растет бамбук. Ну, бамбук растет, мы гуляем, классно погуляли. Вот это хостел, хостел, опять же, очень клевое. В этом хостеле он стоил, сколько, 50 км? Да, примерно 60-60 тубриков их, вернее, юаней, это 90 гривен. Шикарная комната, как бы везде горячая вода есть, интернет, вай-фай. Даже не ощущаю, что дракон есть. там, понимаем. Да, такой нюанс, который особенно был важен для ребят, в Шангреле, потому что в Шангреле было холодно, вещей у них не было, а кровать не в подогревом. Снизу простыня в подогревом, ну, классно. И тут тоже. Но тут уже холодно не было. А хостел это в английский говорит, или это какие еще там внутри, в тайских хостелах не учат уже? Да, говорят, говорят. То есть, проблем не было с языком, то есть, самая большая проблема это было общение с теми чуваками из аэропорта, потому что когда вот Олег, который второй мальчик у нас был, он когда позвонил, очень часто он попадал на кого-то китайскоговорящего. И добиться того, чтобы к телефону позвали кто-то, кто по-английски понимает, это было тяжело. и даже тот человек, который по-английски что-то и понимает, он это понимает, ну, так, наверное, так, как мы английский в школе понимали. Вот. Ну, иногда они звонили. А когда они звонили, они точно с китайского начинали разговор. Отсюда у нас маршрут как бы опять лежал через Гуилини. В Гуилини у нас была одна ночевка. Вот. И дальше мы поехали на завершающий этап, который одновременно должен быть самым красивым. Это вот, знаете, пупыристые горы. Ехали вдоль реки Ли. Очень красивые пейзажи, как бы везде растет бунбук. Такие дорожки маленькие есть чисто велосипедные, просто потрясающие. Но очень-очень жарко. Жарко настолько, что, если сравнивать за все время, то это жарче, чем было там на Тиншане летом. Время, не то, что жарче, ощущалось жарче, потому что климат очень влажный, температура где-то, ну, влажность 99% была. А вы купались? Нет, не купались. Вот в этой реке, которая купаться не стоит. Я потом скажу почему. Хотя она увидела в первые дни прозрачной. Она очень большая, мощная. И когда мы возле нее останавливались, так и хотелось искупаться. Но что-то останавливало. вот, тут как бы маршрут проходило по таким алмам осил, ну, круто, очень красиво, здорово, жарко. когда там жарко, там жарко, так и жарко. Нет, сейчас там жарко, а дальше еще жарче. Вообще, в Lonely Planet написано, что, типа, самое лучшее время это вот сейчас. Я бы исправил, немножко, что самое лучшее время это где-нибудь там в конце ноября, наверное, хотя, может, у них там какая-то другая начинается фича. Вот. Ну, такие горы везде, таких горы просто там тысячи, десятки тысяч. Красиво, понимаешь, что это как-то сказка находишься. Горы Гонсил, все. Я как-то не встречал такого четкого их названия. Кстати, вот эти тупыри по высоте такие, нормально. То есть, если вот эта местность находится на высоте где-то 190 метров, то они там встречаются по 800-800 метров пупыри вертикально полностью. Там куча апельсиновых садов. Нас апельсинами угощали, мы апельсины рвали и в тени пережидали жертву. Ну, такие пупыри. Потом мы приехали в городок, который, наверное, один из самых красивых с точки зрения природы, где доводилось быть. Это вот городок Ксингинг. Из того городка было, ну, там маленькое такое село. Города называть нельзя ни в коем случае, потому что это был бы город, там был бы миллион человек. То есть, это маленькое село на тысяч 40. Вот. Тут две вещи популярно. Это катание на плотах и фотографирование бакланов. Ну, и, само собой, просто красивые виды. Виды тут у них не столько красивые, что на купюре 20 кианей. Вот, пейзаж примерно вот этот прямоугольник нарисован. Тут мы решили поматрасить и остановились в хостеле, жили 4 ночи, ну, в промежутках между ночами катались, там, утром, вечером на горы лазили, фоткали. Вот. По бакламу. Тут бакламы жили. Не по плану, с этими стариками. Фича в том, что еще там сколько-то 800 тысяч лет назад у них появилась традиция, что рыбу ловит на баклана. Как это происходит? Вот этот старичок каким-то образом испытывает маленького баклана. Баклан становится большим и он умеет ловить рыбу. Рыбу ловит очень классно, что у них развита ночная рыбалка, ночью они выплывают с керосиновыми фонарями и баклан ловит рыбу. Но, чтобы он его не съедал, ему на шею маленькое колечко просто из веревочки вяжется, баклан ловит рыбу, а проглотить не может. Поэтому возвращается в хозяин, хозяин забирает большую рыбу, дает ему маленького, чтобы он стимул был. Вот так и живут. Но, само собой, это очень необычное явление. Бакланы сами по себе красивые, вот эти старики тоже эффектные и их фоткают все. Вот такие. Вот. Мы вначале туда приехали, буквально в первый день, когда в этом взрослете, вернее, в первую вечер туда оказались, сразу взяли вот такой плот бамбуговый и на плоту просто совершил такую экскурсию по реке. Ну и заметили, что вот пофоткали чувака, фотограф, подниму уху, много фотографов. Мы не знали, что дальше будет. Я тем временем просто плаваю по реке, ну, ведомые, можно даже без комментариев оставлять. Это вечерний городок, ночной, утренний, опять утренний. Местные на базар идут. Хичин очень бывает по поводу купания. Вот это, как думаете, что вот это мужик пытается спихнуть? Это дохлая свинья. Ну, всякое бывает, как бы, свинья вышла покупаться, а тут что-то случилось, вот она чему-то удивилась очень сильно. Ну, доблая. Вот. Ну, там мусорка выплавает много, поэтому на этой реке очень муха. Зато красиво. И очень классный, такой симпатичный городок, вот это, село Хинпинг, такое, тоже в китайском стиле, старина осталась, и там есть, ну, гулять, где. Это школьник едет в школу. Ну, они с тетрадками где-то. Это школьница. Это мы катаемся вокруг до околов. Шикарнейшие просто велодорожки, практически без набора высоты вдоль реки. Это следующий вечер, опять же, пытаемся делать какие-то уникальные фотографии бакланов и товарищей. Кстати, они фоткаются не просто так, они фоткаются за деньги, само собой, они расплаваются на острове одном, вот, детки с плотами, с бакланами, туда приплавают, платят деньги, фоткаются. Фоткают. Красиво. Я, в принципе, планировал заплатить деньги. я вот точно так не понял, сколько, там идет 200 ихних юаней с человека или за группу. но в один вечер, выйдя и подойдя к реке Иль, я увидел просто на этом острове сумасшедшую, просто нереальную группу. Туда приехал фото-кружок китайцев, китайцев много всегда, поэтому с ним фото-кружок приехал, он большой, и все фоткали. Поэтому мы незаметно пробрались на остров и затерялись и идти кипят. Как бы это еще одна съемка бакланов, стариков красиво. Это супер топ-модель вот этот старичок. Гламурные девушки-модели, которые на подиумах во Франции, они должны позавидовать этому товарищу, поскольку я думаю, что его фоткают большее количество людей, чем каких-то муникенщиц и топ-моделей. Здорово, конечно, тут точно. Причем, когда стало темнеть, их было настолько много, что удавалось мне попадать в их вспышки. У меня фотоаппарат две вспышки вообще концептуально, а так фоткаешь, и они просто лупят китайцы. И много китайцев. Поэтому четвертая часть фотографии все мое время в нем что-то вспышки было. потом зажгли свои керосиновые лампы, стали подсвечивать, очень грамотно позируют. Здорово. каким-то утром сходили наверх, на гору слазили, туда хотели рассвет сфоткать, но в это время года у них за большой влажностью или просто стечением обстоятельств практически всегда небо затянуто плотным слоем туч, поэтому как такого рассвета не было. Зато были китайцы. Тот же фотокружок залез на гору. Это стандартный завтрак. Когда мы жили в этом городке, поселке Ксингпинг, там базарчик был, на котором можно было покупать свежие фрукты и овощи по хорошим, по низким ценам, классного качества. Вообще все овощи, которые мы ели, все салаты, все помидоры, они классные, вкусные, настоящие. Этому я очень сильно удивился, потому что я думал, что в Китае там все поддельно, включая овощи. И не просто так думал, потому что когда ездили осенью на Байкал, в район Иркутска и покупали там овощи, то поскольку в Сибири там никто ничего не выращивает, то туда завозятся с Китая. Это было хуже пластилина просто. Тут настоящие, сочные, просто фантастически вкусные помидоры. У нас таких помидоров только бабушек, которые сами выращивают. Тут просто суперски было. А вот это справа это хлир или это тоже какой-то помощь? Это ананас. Они чистят ананаса. То есть я подъезжаю, выбираю ананас, и человек просто его чистит. Есть же ананас с кожурой, или не чистят же луна. Ананас к примеру стоит где-то на наши деньги 3-3 минуты. Вот. Тут мы катались, потом сели на плод, доехали до коротка Яншо. Яншо это уже такой большой туристический город, там 1300 живет. Там тоже покатались по окрестностям, сели на автобус, опять же на sleeping pass с кроватями, приехали в Гонжоу, и с Гонжоу улетели через Москву в Киев. Вот. На этом наше путешествие закончилось. Не купались почему? Из-за свиней? Грязная вода, грязная и такая вынучая. Мы когда видели плавающих свиней, которые как рыбу, они перегонулись по лапкам. У нас тоже такой плавает король. Так это наши короли. Да, искренне. Да. Я просто не могу остановиться на показе фотографий, не показав видео с пандами. от состояния плав g большая панда? Близко его станет близко. Ну, например, я стою здесь панды возле стыня. Это зоопарк, зоограда, но там просто очень маленькое расстояние. Они как-то пахнут? Нет, чистая. А вы их храните? Нет, хранить нельзя. Можно панду подержать на руках. Это стоит 200 долларов. А несчастные случаи? Пант или пандущий человек? Нет, может и бывает. Мы с этим не встречались. Они агрессивны? Нет, они умные очень. Им даже нужны какие-то силы, внутренние настроения, чтобы агрессивными быть. Им реально лень размножалось. То, что рассказывали историю в этой природе, в дикой, они где-то еще в Китае живут высоко. Одни сначала, панда может прийти на территорию другой панды, чтобы социализироваться. Просто подойти, посмотреть. И уйти. Я не знаю, как происходит, что они размножаются. Ученым это непонятно. Ученым непонятно, как панды дожили до наших дней, вообще как популяция дожила. Потому что они лентяи, просто полнейшие. Но как-то дожили. Дразник не надо. Потому что они довольно сильные. Они довольно сильные и очень резкие. То есть их дразник не надо. Вот такое у нас было путешествие. Китай не просто оправдал мои надежды. Он как бы их превысил. Потому что я не думал, что будет все настолько клево, как было. То есть даже несмотря на вот этот инцидент с фотоаппаратом. Несмотря на то, что там велосипеды сдержались. Путешествие получилось очень-очень классное. Велосипеды, они его очень классно дополнили. Потому что без великов мы бы таскались по туристическим местам. А любые какие-нибудь там передвижения требовали бы транспорта какого-то. Конечно, можно брать на прокат скутеры. Можно брать велосипеды на прокат. Но очень дешево стоит. Просто смешно, как дешево. То есть это можно делать. Можно смело туда приезжать и без великов. Нужно и с великами. Если ехать туда... Вот сейчас я бы рекомендовал ехать туда осенью. То есть где-то октябрь. Но чтобы не попасть. У них там еще один какой-то праздник. В октябре есть. Вот скажем, праздник осени. То есть нужно добральдата, чтобы не попасть на него. Осенью там будет просто супер красиво. Особенно в горных районах, которые ближе к Тибету. И там нужно будет как бы проезжать такие солидные веломаршруты. Вот длинное. При этом не попадать в снега и наслаждаться такими желтыми деревьями. Осенью. Вот. Китай имеет большой потенциал для путешествий. Все-таки тот же Тибет когда-то, наверное, станет доступным для нас. Если на велосипетах ездить. Ну и без великов тоже можно поедать путешествие. Мы сейчас. Или можно абсолютно другое путешествие. Там на северах. Потом там горы, которые в фильме Аватаром похожи. Потом там есть какие-то другие скалистые горы. Там с сумасшедшими какими-то лестницами, ступеньками. Очень много интересных мест. Вот. Поэтому в Китай точно нужно будет вернуться. Кто там не был туда съездит. Там круто. И вот несмотря на то, что Китай, китайский язык, который мы не понимаем. Как бы проблем с этим нет. Вообще никаких. Вот. Ни с питанием, ни с чем. Ни со здоровьем. Питание классное там. Ну и народ очень такой дружный. И все-таки пытается помочь. Когда ты же в том, что ты спрашиваешь. А китайец не Бенни Мэн о твоем. Как бы видно доброжелательность. И это как бы есть и в районе Тибета, и в этой толпе Чингу. Везде. В общем, Китай очень понравился. Рекомендую всем. А вы здесь как-то так называете. Да? Да. Про велосипеды в прошлой инстантаже. Были на чем-то тяжелом горном, были на чем-то ближе к шоссейникам, были на чем-то универсальном? Горный. Чисто горный велосипед. Я ездил на вере с жесткой вилкой. Вот. Для экономии веса и просто там 95-97% был асфальт. Вообще, по поводу дорог, найти вот в этой части маленькие дороги нереально. То есть у них там все расстраивалось бешеными темпами, строятся там автомагистрали. И там очень много людей. Поэтому, если на велосипеде ехать, то вот сюда. И найти грунтовые дороги, это практически нереально было. То есть асфальт. Все путешествие получилось две тысячи долларов, из которых шестьсот пятьдесят. Это... Телефонный разговор. Телефонный разговор, я скажу. Нет, не телефонный разговор. Это билеты к киву на 100 гонжо. Четыреста – это внутренние перелеты. И сто пятьдесят езд. Ну, остальное, как бы, проживание, еда. Такое... Сколько дней было? Были там двадцать дней. Сэкономить на чем можно, я даже не знаю. То есть вот... Мы, как бы, в палатке ночевали. И мы останавливались только в хостелах. Мы не питались в дорогих ресторанах. Мы питались, ну, просто в таких кафешках, обычных, ну, для людей, которые прибыли в хостелах останавливаться. Часть путешествия, которая была здесь, мы покупали, как бы, еду в супермаркете, мы готовили на горелках, ну, куда в палатке ночевали. Вот так. Можно сэкономить, разве что было бы, если едут или на поезде, а не на самолете здесь. Причем в каких-то таких вагонах невысокого класса. Но тогда без велосипедов. Потому что у них вот заведено так, что если я хочу проехать, например, из города А в город Б на поезде с велосипедом, я должен прийти гораздо заранее в управление поезда, сдать велосипед в багажное отделение. Велосипед едет как багаж. То есть велосипед занести с собой в вагон, ну, практически нереально. И даже вот я читал отчеты, в которых народ разбирал велики, как для самолетов, и все равно у них были проблемы с этим делом. Поэтому, ну, путешествовать с велосипедом это самолет и автобус. Если самолет, то надо покупать очень заранее билеты. Потому что они очень дешевые, сравнимые с купе в поезде. А у автобусов какие-то доплаты? Или там велосипед, в общем, как место доказал, просто проходит специальным автоматом? На самом деле четко непонятно, какие у них правила. Потому что вот несколько раз у нас были небольшие подъезды. Один раз был большой подъезд, а потом, где был большой, с нас потребовали деньги. Причем разговор был, как бы, чуть ли не забуханимым. Потому что мы говорим, типа, ну, хоть что-то покажите. А они, ну, что-то там, женщины мухают руками, вот, кому-то звонят, что-то происходит. Ну, на самом деле, ничего не понятно. Вот. Требовали много, но заплатили примерно, по нашим деньгам, 60 гривен с человеком за прогноз. Так, а зачем сейчас экономить можно? Тань. Где-то далеко до пары. В целом, если начать поддержать, то внимание стоит 70 долларов. Потому что условия, если считать, то есть все периоды, там, 6200 долларов. Вся периода. Разумеется, нужно сэкономить на них, ну, до 250 тысяч. За счет того, что правильно выделить, что-то есть 1,2 класса. То есть или чуть-чуть уже занял что-то, то есть 2,20 ехать. И их будут как еще заранее поделить. Мы, может быть, дырение келетов. За счет того, что мы вообще... У нас было мало местных механизмов, и мы говорили, что куда мы хотим. Места очень много, и все, кто был туристом, теперь мы избирали. Как депутат, я бы себя избирал из-за того, что здесь есть из-за этого паник, но, видимо, здесь уже перелетов и транспорта войдет на новую цену. Совсем. От Киева. От Киева. От Киева. От Киева. От Киева. От Киева. У всех средних денег хватит денег. Кто-то бронирует с Киева. Стоит достаточно дешево, а не условия с контроля. То есть, у наших гостей нацепутат. Билеты, ну, желательно. Есть небольшой прилеток. То есть, это, наверное, за месяц два, то есть, по внутренней, за полтора, за месяц. Ну, я бы скорректировал это. Чтобы было дешевле. Только внешний прилет такое дело. Их мониторить легко. А внутренний, ну, месяц вот так, за два, за три. То есть, и тогда можно купить просто по смешным ценам билеты, которые, в принципе, у нас таких цен за такие расстояния, но на самолетах нет просто. Еще один момент по поводу стоимости. У них абсолютно все. Там все парки, монастыри, какие-то интересные места, но все платное. И там достаточно существенно. То есть, например, когда мы ехали на эту гору нефритового дракона, там первая стоимость проживания в городе. То есть, мало того, что мы платили в хостеле. Просто там 10 долларов за то, что вы проживаете в городе, который является наследием чего-то. Второе, дорога. То есть, мы ехали по дороге, дорога является красивой. Там стоят такие посты. Платишь деньги. Причем мы платили денег меньше, потому что у нас эти айсики есть. Вот. Из айсиков там цена получалась. У нас человек 300 гривен за проезд по дороге. Дальше. Приехали туда, подняться на гору, еще платить. И такое дело везде. То есть, например, вот это ущелье прыгающего тигра. Просто банально за проезд по ущелью нужно платить деньги. Вот. И это вообще везде происходит. И это не самые такие раскрученные туристические места. То есть, если ехать в какие-то национальные парки. Ну, там смело можно планировать за вход в парк где-то 30-50 долларов. Ну, такое встречается с собой. Винцы. А ты знаешь? Это для длинносковцев или для свинцев? Я думаю, что для свинцев у них цена меньше. Ну, для длинносковцев такая. Я точно не скажу, потому что я не обратил на это внимание. Но точно знаю, что вот в некоторых местах было написано, что типа для китайских студентов есть скидка. Для китайских студентов и школьников. А для даже иностранных студентов скидок нет. Ну, для обычных людей, обычных смертных и подавленных. А когда вы там сейчас не понимаете, что страна дедная еще? Нет. Там не дедная. Вот страна стала такая нормальная, почти что европейская. То есть вот если, конечно, ехать ближе куда-то к Тибету, там Европы чувствуется меньше. А когда там большие города, Ченуи, Гулин. Просто Европа такая... Вот этот Гулин, он большой. Как-то, ну, уже теоретически. Это вообще какая-то, наверное, там, где-то Лас-Вегас или что-то. Там все такое сверкает, реклама, куча везде. Он просто такой сумасшедший. И когда мы там приехали, у меня шел, типа, вот этот маленький городок Гулин. Вот, ну, тот же Гулин шел, там, 10 миллионов или больше даже человек. Ну, Ян, полтора миллиона, Гулин, миллион триста. Шангрела тысяч четыреста. Вот так. По-прежнему хочется запасть в Тибет вот сюда, на велосипеде чисто. Узнавал разные моменты, как бы это можно сделать. Даже как-то можно получить переменит без больших вложений денег. Ну, не так просто. Ну, можно. Если результат оценит, то уже понимаю, как это сделать. Вот так. Еще вопросы? А как путешествовать, наверное, на чеку? Нормально? Нормально. Вот. Главное, чтобы быть открытым к миру. Вот. И не бояться вот этих сложностей, которые там вот возникли. А если что-то иное происходит, то к этому с позитивом относиться. С точки зрения велосипеда, вот этот участок, который шангрела Льянь, там перевалов было очень много. Вот. И перевалы там 400, 500, 600 метров, как бы, вот такие. Поэтому нужно тренироваться. Ну, если ехать там по 50-60 км в день, то сложностей не будет. А если кататься, как бы, вокруг каких-то местечек, например, вот этот Ксинпинг на велосипедах, то вообще очень просто. Там ровно, без перевалов. Да. Там ровно есть. Вот. Совершенно. Их раздолгом просто. Флан. Встречаются хорошие, ну, хорошие треки. Джайанты. Ну, нормальные. То есть такие, на которых можно по горам поездить даже. Если это можно было где. Проблема есть с картами. Очень большая проблема. Просто нету их. У меня была залита. А? Можно купить, но это, скорее всего, не карта, а туристические схемы. Это больше похоже на это. И то у них, ну, качество такое, для туристических походов неподходящее. Ну, основная магистраль, там типа. Тут красивое место, тут красивое место. Да. Мы, кстати, вопросов бы не проходит. Просто степичите там перед этим, там, из SAS Planet, там, из Google Earth, там, из SRTM, каких-то открытых, каких-то, там, картах какую-то. Вот, если бы пришлось ехать в места, которые там намного вплотную ближе к Тибету, и реально, чтобы вот эти карты были нужны, тогда бы этим занимался. Да, то есть, тогда бы там куча программ есть, которые, ну, для Garmin, и создают по высотным точкам вот эти линии, и все. То есть, это есть. Такое делали перед Монголией, чтобы, ну, четко и качественно было. Тут просто в рамках этого путешествия это было не нужно. Вот. Но просто, если бы были карты, вот как у нас, ну, в наше понимание, Генштадт, там, километровки, полукилометровки, то, находясь вот в таких городках, как Синпинг, туда можно совершать радиальные покатушки, там, ну, на 100 километров по очень маленьким грунтовочкам, ну, которые, в принципе, там, на Google Earth все видны. Вот. То есть, ну, как бы было бы интересней. Так, этой информации не хватало. Вот. По поводу интернета, кстати, в них практически везде заблокирован Twitter и Facebook. Вот. В некоторых местах Facebook доступен. То есть, они там открывают какой-то туннель. А так интернет есть везде. Все на китайском, вообще все там. Интернет-эксплора на китайском, поисковики на китайском, skype свой китайский. Все китайское. Ну, есть. Gmail есть везде. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Продолжение следует...